Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Сегодня я хотел бы рассказать вам о японских пенсиях, о том, сколько необходимо платить и сколько получают японские пенсионеры. Наверное, вы уже где-то слышали, что японская пенсия одна из самых высоких в мире, что японские пенсионеры часто куда-то ездят, путешествуют и покупают себе дорогие вещи. Да, действительно, японская пенсия хорошая, но получать-то её не так-то и просто. Для этого нужно выполнить определенные условия, о которых я вам сейчас и расскажу. Давайте для начала разберем, что вообще необходимо сделать, чтобы получать пенсию в Японии, а потом уже посмотрим на то, сколько получают японские пенсионеры. Всех людей, которые делают какие-то пенсионные отчисления государству, можно разделить на 4 категории. И давайте подробно на них посмотрим. Первая категория, хотя её сложно сюда отнести, это люди, которые по каким-то своим причинам не могут в данный момент платить пенсионные отчисления, и они подают специальную декларацию, в которой говорят, что в данный момент мы не можем платить пенсионные отчисления, но возможно когда-нибудь, когда будем больше зарабатывать, поправим свои жилищные условия, либо что-то такое. Эти люди не могут получать в будущем пенсию, только если они потом отработают необходимое число лет, про которое я уже позже расскажу. То есть просто люди, которые в данный момент ничего не платят. Хотя по закону в Японии необходимо платить всем пенсионные отчисления, но если подать декларацию, то можно, но нельзя подать декларацию и всю жизнь ничего не платить, потом всё равно будут спрашивать, почему вы не платите, вот у вас же есть работа, платите, пожалуйста. Поэтому это нужно иметь определённые условия для этого. Вторая категория. Это люди, которые не работают, но платят пенсионные отчисления, для того, чтобы в будущем получать пенсию. Либо это люди, которые работают, но работают на себя. Например, предприниматели. Либо у которых есть небольшая фирма и даже есть работники. Либо это люди, которые где-то работают на фирме, но эта фирма не имеет своего пенсионного страхового фонда. Фирма не платит за работника пенсионные отчисления, и работник сам получает всю свою зарплату, а потом уже сам идёт и платит эти пенсионные отчисления, если он хочет. Вот эти все люди из второй категории, неважно, это домохозяйка, которая просто решила платить пенсионное отчисление, чтобы в будущем получать пенсию, либо это предприниматель, либо работник какой-то фирмы, который получает свою зарплату и тоже дает какие-то деньги для того, чтобы получать в будущем пенсионное отчисление. Неважно, все эти люди в среднем платят примерно 16 тысяч йен в месяц. Я все числа, все суммы буду называть усредненно, потому что вы сами знаете, что есть всегда какие-то обстоятельства, и кто-то получает больше, кто-то меньше, так что усредненное значение буду называть. Так вот, в месяц они платят 16 тысяч йен, а когда они уже потом достигнут 65-летнего возраста, а возраст пенсионный в Японии 65 лет, и у мужчин, и у женщин, они будут получать в среднем 50 тысяч йен. То есть вы подумайте, ежемесячно платится сначала 16 тысяч йен, а в будущем получают 50 тысяч йен. И это все усредненные значения. Но опять же, если эти же люди из второй категории будут платить все в срок, соблюдать все условия, платить больше лет, чем минимальный срок и так далее, то все равно максимум они смогут получать 65 тысяч йен. Я дополнительно на экране напишу эти же суммы, только в рублях и в долларах, чтобы вы могли соотносить в зависимости от того, где вы живете. С этим, надеюсь, все понятно. Давайте перейдем к третьей группе. Третья группа – это люди, которые работают где-то на фирме, и уже сама фирма вычитает пенсионные отчисления из их зарплаты. Сумма, которая платится в пенсионный фонд, зависит от того, сколько получают люди. Например, если человек получает 200 тысяч йен, то он будет платить где-то 16 тысяч йен ежемесячно. Если же человек получает 300 тысяч йен, то будет платить 24 тысячи ежемесячно, ну и так далее. В среднем это высчитывается как 8% от зарплаты, от годовой. Либо, если взять всю зарплату, которую человек получил за 12 месяцев, вычесть из нее 1 месяц. То есть человек получит себе на руки 11 месяцев зарплаты, а вот этот вот 1 месяц полностью идет на пенсионные отчисления. Примерно вот так, если грубо посчитать, то в среднем отнимайте 8%. Но уже в будущем, когда человек станет 65-летнего возраста и сможет получать свою пенсию, он будет получать не 50 тысяч йен, как вторая категория, а уже намного больше. В среднем будет получать 140 тысяч йен. То есть это почти что в 3 раза больше, чем у других людей. Хотя вы только вдумайтесь, конечно, зарплата у всех разная, но люди, которые просто домохозяйки платят 16 тысяч йен, они будут получать в будущем 50 тысяч йен. Но люди, которые просто работают на фирме и, предположим, тоже платят всего 16 тысяч йен, они будут получать уже потом 140 тысяч. С одной стороны кажется, что система какая-то неправильная, и люди вроде платят одинаковую сумму. Но вторая категория будет получать намного меньше, чем третья. Но все дело в том, что человек, работая на фирме, со временем будет получать больше денег, у него будет расти заработная плата, и поэтому он будет отчислять намного больше. То есть в целом она сбалансированная. 140 тысяч йен – это усредненная пенсия у людей из третьей категории. Считай, усредненная пенсия у обычного рабочего класса. Но если соблюдать все условия, платить все срок и так далее, максимально в третьей категории можно будет получать 250 тысяч йен. И четвертая категория – это особые люди, которые получают свою пенсию не просто как все другие, а из-за каких-то определенных условий. Например, работали на атомной электростанции, либо где-то на опасном производстве, либо какие-то заслуги перед родиной своей. Ну, в общем, множество различных случаев, и каждый человек рассматривается отдельно. И вот такие вот люди получают совершенно разные пенсии. Но я могу сказать на одном примере. Максимально, что удалось найти в интернете – это человек, который в 16 лет пошел работать, проработал 54 года до 70 лет. То есть 54 года непрерывной работы. И работал он в одной и той же фирме. И сейчас у него пенсия – 370 тысяч йен в месяц. Но это такой исключительный случай. Это просто, чтобы вы знали, что такое тоже бывает. Вот такие вот четыре категории. А для того, чтобы получать пенсию в Японии, нужно отработать минимум 25 лет. Либо в 25 лет платить пенсионные отчисления. Если человек платил 24 года и там 53 недели, то он ничего не получит. И также говорят, что нельзя делать большие перерывы. То есть, если человек работал, например, 20 лет, а потом 5 лет нигде не работал и ничего не платил, то вроде все эти 20 лет его сгорят. Во всяком случае, так говорит государство. Поэтому, если человек временно нигде не работает и не может платить отчисления, обязательно нужно подавать документы, чтобы все его отработанные года просто так не сгорели. И не началось все опять же заново. Поэтому обязательно за этим нужно следить. Чтобы нигде ничего не нарушить, с пенсией в Японии сложно и очень строго. Даже если человек очень много лет платил, а потом под самый конец, вот прям в последний день вдруг попал в больницу, и все уже не может по состоянию здоровья работать ничего, все равно ему не пойдут навстречу. Нужно обязательно отработать так, как написано в законе. Если платить пенсионные отчисления больше, чем 25 лет, то каждый год будет повышаться пенсия, которую вы получите, если вы будете платить 26 лет, 27 и так далее. Плоть до 40. После 40 лет, в принципе, платить уже больше нет смысла, потому что больше денег вы не получите. Поэтому люди платят либо минимум 25 лет, либо 40 и уже потом получают свою пенсию. Но есть еще интересная такая вещь, что если человек становится 65-летнего возраста пенсионером, но решает пока не получать свою пенсию, а немного подождать, то каждый год его пенсия, которую он в будущем будет получать, будет увеличиваться на 8,4%. То есть, если он получит в 66 лет свою пенсию первый раз, то на 8,4% все это увеличится. Но опять же, есть и наоборот система. То есть, если человек уже отработал очень много лет и уже хочет получать свою пенсию, но он еще не 65-летнего возраста, то он может подать документы и начать получать ее в 60 лет. Но тогда его пенсия, вот этого человека, уменьшится на 25%, то есть, если получать 60 лет. На своем канале я уже рассказывал о демографическом кризисе в Японии. Если вы его не видели, то обязательно посмотрите, ссылка есть в описании. Не посмотрев это видео, вы, наверное, не поймете ту ситуацию, которая сейчас происходит в Японии. Дело в том, что многие молодые японцы понимают, что когда они станут уже пенсионерами, скорее всего, пенсию они не будут получать, потому что население стареет, и пенсионный фонд с каждым годом все меньше, меньше и меньше. И многие молодые японцы просто отказываются от того, чтобы платить пенсию, и просто делают себе сбережения. То есть, подают документы и говорят, мы не будем платить, и все. Поэтому со временем фонд истощается. И даже сейчас правительство Японии думает над новой системой, чтобы уменьшить этот срок с 25 лет до 10, возможно, с этого 2017 года, чтобы хоть как-то заставить молодых японцев платить пенсионные отчисления и, может быть, дать им уверенность в том, что, ну вот, заплатите вы 10 лет, но и пенсию в будущем получите. Поэтому пока неизвестно, что с этим будет. Тем более, я вот говорил, что люди из третьей категории получают в среднем сейчас 140 тысяч иен в месяц пенсию, да? Которые работают на фирмах и платят, и вычитается у них пенсионное отчисление и зарплаты. Но 5 лет назад средняя пенсия у этих же людей была 150 тысяч, то есть уменьшилась на 10, опять же, из-за старения населения, и из-за этой вот этой всей проблемой с демографическим кризисом. Поэтому, возможно, через 10, там, через 20 лет, если не изменится никак ситуация, то японская пенсия будет все уменьшаться и уменьшаться, и сейчас многие из-за этого сильно переживают. Посмотрим, что из этого получится. Если что-то изменится, либо ведут 10-летний период, то я об этом обязательно расскажу. Ну что ж, теперь я надеюсь, что вы понимаете, как работает пенсионная система в Японии, какие бывают категории, кто сколько отчисляет и кто сколько получает, и почему японцы, пожилые, могут путешествовать по миру и могут позволить себе дорогие вещи. Даже все практически фирмы туристические, которые есть в Японии, они нацелены именно на пожилых людей, потому что пожилые люди, они имеют деньги, они готовы путешествовать, их ничего не сковывает. И плюс, вообще есть такая фраза, говорят в Японии, что самые богатые люди в Японии это пожилые, потому что помимо того, что они получают неплохую пенсию, им уже не нужно тратиться на покупку дома, на обеспечение своих детей, потому что дети уже к этому возрасту взрослые становятся и уже сами помогают родителям. Им не нужно платить ни за обучение, ни за что, то есть они просто живут в свое удовольствие. И плюс, бережливые японцы всегда немного откладывают денег и к старости накапливают неплохую сумму. Поэтому самые богатые люди в Японии это именно пенсионеры. Ну что ж, друзья, надеюсь, что видео вам понравилось. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, оставляйте также комментарии и ставьте лайки. Также подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы следить за тем, что я вообще делаю. До встречи в следующих видео. До свидания.